Так, никому не секрет, что сейчас JavaScript – самый популярный язык программирования. Даже 54,5% пикенд-разработчиков пишут на JavaScript, что реально круто. И немного проистрируют. И это правда. Теперь мы проистрируем. Шел 2007 год, все писали на jQuery, потом приложения росли. Нам понадобились модули, и мы пришли на requireJEST, появился нокаут, нжест, бэкбонд, англорсовым двойным датабайдингом, Метеор своей заморозностью. Но приложения все дальше росли, нам понадобился пиршал дом, мы завязали React, теперь уже у нас эпоха FRP, rig, cycle, bacon, короче, уже очень много всего. И эту всю экосистему объединяет одно – JavaScript. Все эти фреймворки, весь фреймворки, который написан на этих языках, на этих паттерных фреймворках написан на JavaScript. На том языке, который был написан всего за 10 дней. Итак, все мы любим undefined, потому что undefined – это не функция. Это самая популярная наша ошибка. И давайте рассмотрим пример обычной функции на JavaScript. Допустим, мы имеем функцию fu, которая принимает два аргумента – a и b. И если a больше b, то мы возвращаем массивчик. И нам, допустим, нужно его проджоидить через запятую. Но тут такая небольшая продюмка. Если b все-таки больше a, то мы узнаем, что undefined все-таки не имеет property join. Бывает, да? Окей. Нам нужно решение. Есть flow check, который позволит нам вывести error и проверить, валидный наш фреймворк или нет. Возможно, мы нашли решение. Сейчас мы его добавим в наш адрес на GT и никто не сможет закоммитить новые изменения. Все супер, если бы мы все не были людьми и у нас не было своих project-менеджеров, которые дают нам по 10 тикетов на день. И все они очень важны. И мы не можем закоммитить какое-то менее важное из таких проблем. А за нами сейчас более важное. И нам надо как-то быстро это разрешить. Что мы делаем? Мы пишем any. И теперь flow выдает множество ошибок. И мы можем спокойно закоммитить на гитхаб. Но баха на пройд это осталось. И раз или поздно наши кастомеры на это нарвутся. Теперь поговорим про Elm. Как написано на сайте Elm, что Elm – это the best of functional programming in your browser. Right or great. Codes should be easy. Now it is. Elm Excel – это Саблинский. Он сам живет в Сан-Франциско. У него небольшое комьюнити. Elm community. Короче, что такое Elm? Elm – это не JavaScript. Это отдельный язык программирования, который имеет свой компилятор, который транслируется в JavaScript код. Теперь перепишем данную функцию на Elm. В принципе, смысл данного кода также поможем в JavaScript. То есть мы отправляем функцию фу числа 1 и 2. Функция фу возвращает нам насильчик из i2. И потом мы выводим его на экран. Итак, что мы видим? Мы видим ошибку компилятора. Теперь мы точно не сможем закоммитить такой плотный гитхаб. И они поглядят на продакшинг. Давай нажали. И так. Поговорим дальше про плюсы Elm. Основной из таких плюсов – это Pure Function. Ваня про это не говорил, но в Reducs у нас тоже все функции Pure. Наш Reducer – это Pure. Все знают, что такое Pure Function? Pure Function – это функция, которая не имеет в себе каких-то сайдовектов. Спасибо. Например, мы имеем функцию FirstFu, которая принимает один аргумент – x и возвращает его сумму – x плюс x. Имеем вторую функцию Full, которая имеет аргумент – x. Потом вызывается какая-то функция Calc, где где-то внизу, видите, здесь есть три точки. Может быть, она где-то там предопределена. И тоже возвращает x плюс x. Посмотрим, что происходит на экране. Первая функция FirstFu – 1, 2, 1 плюс 1 – 2. Вторая – 1, что-то пошло не так. 16. Потом 1 – 18. Ну и потом 12. Ну, короче, хаос. В принципе, я встречал очень много кода и болевренно у вас тоже что-то происходит. Какая-то магия. Верми все функции Pure и такой магии точно у вас не будет. Следующее продолжение Pure – это Stakers. То есть, допустим, мы имеем какой-то рекордер на Java. Это map. Fuu, который имеет два ключа – A и B. И когда мы изменяем один из этих ключей, мы не изменяем наш Fuu, мы создаем его копию. Так, теперь давайте поговорим про архитектуру. Как я уже говорил, про архитекты становятся очень большими. Чаще всего некоторые приложения разрабатывают пару лет. Мы сами должны им их контрибьютить. Чаще всего появляются новые люди. И нам нужно придумать какой-то хороший паттерн, как их удобно разрабатывать. Допустим, мы пишем приложение на реакции. Мы имеем какую-то рутовскую компонент. У меня switch-out. Звучало такие switch-out. Это очень просто. То есть, один черпишет один компонент, другой другой. Потом нам нужно добавить новый компонент. Мы спокойно его добавляем, ставим кивку. И все круто. Так же каждый из наших компонентов может иметь свой stay, свой store. Мы можем выбрасывать event вниз. Все удобно. Если бы ни одна маленькая проблемка. Если нам нужна, правда, есть какой-то рутовский компонент. Он зависит от какой-то маленькой кнопочки на десять компонентов вниз. Нам надо выбрасывать event. Ну и нам нужно решение. И решение программирования. Это редакция. Факция архитектуры. Мы имеем один и два state. И если его компонент изменится, мы можем его испатчить. То есть изменять. И наше дерево автоматически перерендаривается. Каковы Pure Function. И теперь мы смотрим архитектуру на Elm приложение. И она точно такая же, как и на Redux. То есть, минуточку. У нас получается Redux это Elm. Дэн Абрамов, который написал Redux, он посмотрел на архитектуру Elm приложения и понял, что это очень круто. И очень удобно. Пренить экшены в константах. И потом с любого уровня их изменять. И в принципе Redux это Elm абрамов только на Jazz. То есть, плюс один из ресурсов Elm это сразу отличная архитектура с коробки в ваших приложениях. То есть, никаких халибаров не будет. Так лучше. Reflex, Redux, Lux. Просто таких вопросов не будет. То есть, тут все просто. Мы имеем модель, мы ее прокидываем в Update. В Elm это называется MyBox. Этот MyBox нам рендерит нашу бьюшку. Ну, с Q-шкой мы можем посылать. Реван таймер диспатчи. Готдейт-адейт наш меняется, меняется модель, опять перевендеривается нашу бьюшку. Все просто. Так, давайте рассмотрим простенький пример. Мы имеем обычный инкремент-декремент и абзац, в котором мы выводим наше значение. Посмотрим наход на редукции. Мы имеем обычный initial state, который равняется нулю. Потом мы создаем наш store, create-on-store. Прокидываем туда редюс, это наш initial state. И рендерим нашу страничку. Это мы используем провайдер, в котором мы прокидываем наш store. и один child, connect to you. Все понятно, да? Идем дальше. Теперь то же самое, смотрим, как это выглядит на Эдме. На Эдме мы имеем initial model, который имеет тип кинт и значение 0. И имеем main, который и возвращает нам сигналы шлемы. Сигнал в Эдме это как object-observable, вроде object-observable. То есть тот же сток в сторону, который мы можем подписаться. Только в данном случае он идет потом. И мы будем использовать стандарт. В Эдме есть такая штука как startup app start. Это, по сути, есть tradux. Он в себе имеет сигнал в your main box. То есть как это работает? Он принимает один аргумент. Прикорда. Мапу такую. Который он имеет три ключа. Model это ниша. Model это ниша. Model это ниша. Model это ниша. Update. Это наш апдейт. Который будет апдейтить наше приложение. А где апдейт там называется? Он внутри себя будет. Я не описывал, как он работает внутри себя. Но чтобы приложение работало, нам всего лишь нужно предопределить начальное состояние, view-ку и update. И оно уже в себе внутри все разрублено. Давайте пойдем дальше. View. Смотрим, как это на реакциях. Обычно мы имеем view-ку, которая имеет наш value. И берет с property dispatch value. Имеет в себе две кнопочки. Первая на клик это increment dispatch, а вторая – dispatch decrement. И имеем вот засек, в котором мы пишем нашу value. все понятно. Да? Теперь смотрим на elm. На elm мы имеем уже функцию, которая понимает два аргумента. Первый аргумент – это адрес, второй – это value. Адрес – это что-то а-ля action creator в elm. То есть мы снова же имеем один div, имеем два баттона и абзац, которые мы рендерим. Немного хочу сказать про html в elm. Есть пакет html стандартный в elm. Любой html-компонент – это функция, которая принимает два аргумента. Два массива. Первый массив – это массив атрибутов, второй массив – это массив childer. В том случае мы имеем здесь текстовую номер. Теперь update. React Redux. Мы имеем обычный reducer, который принимает state и принимает action. Потом свечом разруливает. Это increment или decrement. Понятно, да? Мы имеем action, который имеет три состояния. Но up – это ничего не произошло. Это нужно нам для инициализации. Increment – это что произошло. И decrement. Плюс elm в том, что нам уже не нужно заморачиваться про константы. Мы можем составить собственные типы данных. Что намного круче и удобнее. И опять же мы имеем функцию update, которую мы сразу видим в аннотации, что она принимает action, модул и возвращает модул. модул. Можно вопросить, почему там одна черточка не делала как for? Ну, такой синтексис. Само понятно. Мы, ну, это оператор не or. Мы просто говорим, что action может быть no up, increment и decrement. Валами получается вот эти стрелочки, да, видишь? Принимает action и модул, а возвращает саму в эти стрелки. Да. То есть первое все аргументы – это то, что она принимает, а последнее всегда аргумент – то, что она возвращает. Ну, в аннотации. И, в принципе, вы когда читаете приложение какое-то, вам очень понятно, что делает функция. Мне непонятно, потому что… А можно она в старшую делать? Update action model. Ну, смотри. Элемент – это диалект Haskell. А-а-а-а-а. Все, это можно заканчивать. Я играл в акцент. Окей. В принципе, понятно, как это работает? Да, объяснить. Хорошо. Мы имеем update, который принимает action и модул. Потом мы делаем… alia pattern match switch в elm это кейс. Мы проверяем наш action. Это у нас no up, increment или decrement. И возвращаем в зависимости от action значение. В данном случае model это наш initialModel, который интерское число. Мы либо добавляем, либо отнимаем один. Если ничего не произошло, мы возвращаем модул. Дальше. Теперь, нажимаем M, это функциональный язык. Значит, у нас есть FRP со всеми плюшками. Давайте разберем другой пример. Допустим, посмотрим вот на rgjs. У нас есть какая-то задачка. Например, мы будем выводить клик на кнопку. Мы можем кликать на любую кнопку. И мы будем выводить только когда мы будем кликать на число. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И так будет 9. Мы будем выводить это число, на которое мы кликаем. Давайте посмотрим, как это работает. Мы в Rx прикрепляемся к нашему дому на keypress body. Потом фильтром проходим, символ подходит нам или нет. То есть это символ с черкодом от 48 до 57. Потом мы переводим этот keycode в символ уже и в нашу апп в div вставляем какой-то символ. Это jester, jester, jester. Как это выглядит на практике, то есть мы имеем stream, это наш object observable в Rx. Мы имеем какие-то keycode, которые нам появляются в 43, 48, 58 и 60. Потом мы фильтрым. Фильтры — это те, которые нам нужны. И потом select их уже переводим на число. Мейл мы немножко переписали. Это все. И это выглядит вот так. Мы имеем наш мейл, который нам... SignalValmer, я уже говорил, это object observable. То есть мы смотрим на поток и выводим его функции show. Поток — это наш numbers. Что делает numbers? Numbers. Numbers у нас фильтрит наши черекторы, чтобы каждый из этих черекторов был digit. Digit — это значит число, как нам нужно. И как работает функция фильтр? Функция фильтр принимает три аргумента. Первый аргумент — это функция, которая и будет фильтровать. Второй — это начальное состояние. А третий — это поток, который она и будет фильтровать. И вот наш главный поток. Мы слушаем поток кликов на кнопку, переводим их в число или символ, кнопку, на которую мы нажали. Ну и, в принципе, возвращаем в результате поток черекторов. Понятно? Теперь посмотрим, как это у нас выглядит. Наверное, у нас есть поток observable stream, который принимает кей-коды. Потом мы эти кей-коды сразу переводим в символы. И потом мы эти символы уже фильтром оставляем только те, которые нам нужны, то есть числа. Итак, все было бы хорошо, если бы не было таких проблем. Первая проблема — это сервер-сайт рендеринг. Она, в принципе, решается на куче костылей. В принципе, у нас на продакшене нет таких костылей, но до конца она еще не решена. И в будущих облетах, в принципе, буквально через месяц, даже меньше, должен быть уже адек, который это все пофиксит. Следующая проблема — это маленький комьюнити. Если у вас есть какие-то вопросы, вы к ним идете более вероятно с такой вопрос. Но если решение, вы можете задействовать канал или в Reddit, там, в принципе, вам могут учесть. Следующее, что CITCAM не самое лучшее решение всех ваших проблем, и он не очень хорошо для каждой задачи. Но его очень просто можно устраивать в любое джесс-приложение, как на уровне компонента. И он будет слушать изменения джесса. Что такое серверсайзер-энтеринг? Кто спросил? Ну, как тебе ответить на этот вопрос? Окей. Ну, вот, как бы мы про изоморф. Слышу. Все приложения должны быть изоморф. У нас получается... Сейчас наше приложение как бы рандерится на сервере, сейчас рандерится на клиенте. Вот именно серверная часть вайма, она... Пока что мы молодой не можем, допустим, и чем-то еще скандерить нашу вьюку эльмусской. И, как бы, в этом еще и проблема. Мы лично столкнулись. Всем, что эльм, в принципе, довольно сложно потом запихнуть докер. Ну, вы его запихнули. Ну, мы его запихнули. Не запускаете только правду, да? Окей. Что дальше? Давайте... Ну, если кто такой дальше изучать эльм, так как я продолжался пока вкратце, то есть эльмленд, там куча примеров, там куча документации. Документация очень хорошая. Есть куча разных примеров. Даже игрушки есть на эльм. Потом есть радиот-канал. Почти еще один вопрос в день. Учитывая, что стеклорфа у нас все еще нет. Есть свак. Есть прикольные эльм-туториалы. Вот это вот пацана на медиуме. Там, в принципе, он описывает основную эльм-архитектуру. И есть эльм-эльм, где очень много ссылок на разные видеоуроки, курсы, основные юбилитики. Теперь небольшой бонус. Первый раз с эльмом я столкнулся около года назад, когда решил другу написать игрушку. Мы подумали, что давайте писать на функциональном языке и столкнулись с эльмом. Короче, первый мой опыт был довольно болезненный. Так как игрушку мы так и не написали. Простите, что за этот мужик? Сейчас расскажу. Потом на реактор-канал в Братиславе, если у вас основной реактор имеете в осень, был вот этот мужик. Он СТО в одном образовательном проекте в Сан-Франциско. И они писали проект на эльме. С самого начала, когда люди только начинали проект в Сан-Франциско, у него очень много стартапов, и точно стартап на стартап, и были хорошие инженеры. Он сначала начал писать стартап по сути на эльме. В результате к ним наводилось куча сейнеров, гиков, которым просто уже заболбал писать на этих JavaScript реакторах. И все, на остальном они хотят попробовать что-то новое. Сейчас у них работает даже создатель Atmo, и они вместе контрибьют этого. У них там своя тусовочка есть небольшая в Сан-Франциско, они проводят различные какатлоны и другие. Все, ваши вопросы. В принципе, у нас само по себе оно вызывается с приложения на стороннего. То есть у нас в раме extension используют это приложение, используют редактор. Вопрос. Есть ли у вас обмен каким-то картинами? Да, есть. А через что в Elm? В принципе, работает так же, если как бы... Ну, как мы работаем с iFrame, или как мы работаем с extension. Нужно прикидывать между собой текстовые сообщения. Мы на этот виду смотрим. А, когда еще один вопрос. Размеры там extension, да, что он там сам по себе что-то использует, плюс там еще. А он добавляется не сильно, и он родился. Али? Это основной эксцент, который работает за миллионом чуваков в целом игре. И он нормально у нас теперь работает. Окей. Ты рассказал, что такое Elm. Ну, я понял, что Elm – это прородитель, редакция. Ну, почему я должен выбрать, ну, попробовать Elm? Почему плюс? Первый плюс – это стабильность. Любое приложение на JavaScript, пофи вот там. Мы написали тест или нет тест, а мы получим где-то там он теклами. Приложение на Elm, оно так же легко будет конфидивиться, как и твой React-приложение. Во-вторых, у тебя просто ошибок будет меньше. Твой компилятор отсекает 90% крутой ошибок. А тесты потом на твой код отсекают достаточно слепительно. В принципе, по поводу Elm, то он еще не совсем досконален, он не совсем крутой, из-за этого мы сейчас переводим дедик больше на пьюрский. Это как бы больше похоже на Haskell, он по сложности такой же, как Haskell, даже в некоторых местах довольно сложно. Elm – это он более легкий, чем Haskell, там много всего всяких монапсов, в том числе всяких штуков нет. Elm больше за то, что он интерфейс. То есть, Elm как бы за то, что он интерфейс, он быстрее не гидр. Правда. Не подсказываешь, есть какие-то уже там стопы для эффектов, там drop-down, run-pro? Очень много. Есть как бы, ну, вот мы писали, в сайте Elm есть там link on packages, там допекать. Типичных уже очень много. Типичных уже очень много, как бы дается вам, что просто надо дописать. А можно еще, если есть такой пример, вот в каком случае, там, в каком случае, там, в каком случае, там, в каком случае. В принципе, сколько у меня еще времени? У тебя еще минут два встречи. Как это вообще дебажно? Как это дебажно? Ну вот, у меня вообще первоначальная идея, как бы вам показать одну игрушку, которая, и все, наверное, очень просто. Ну, то там ход превратился, чтобы она сложная, и это что-то не показывает. Ну, а я вам... Передомо, что они мне навреди, потому что все она там была. Сейчас. Давайте с этим браузер. Можешь присоединиться? Можно будет. Расшариваться. Пойдем на мой. Г 190. Г收 раз. И вм��록. Ну, да. Интернация, который даже даже раз лучше. Пойдем на реперту. чем давно На экране потранствует? Принцип, это как бы нойс-сайты района. Тут есть кучу примеров, есть отличная дока. Примеры есть даже разного плана. Вот такой вот игрушки в Марио. Вот я написал другой примерчик. Я думаю, вам его показать, но оно показалось слишком сложно. По поводу кода, то в принципе, я не могу сказать, что код Elman фразируется бы очень удобный код, у пирскрипта это получше. В принципе, я глифицировал. А есть мапфайлы? Я тут и был глифицирован. В принципе, мапфайлы генерятся? Можно настроить. И он будет нормально убраться? Да, будет нормально. Именно сам код Elman не очень. Я не могу сказать, что это будет очень круто. Но в принципе, если вам можно... Вот у меня была отличная проблема, что у меня тут есть такой вот столб. Я хочу проверить, выиграл кто-то или нет. Я просто сделал поиск по файлу по индекс-мапу и нашел это у себя место. Сейчас, если я смогу... Если вы хотите, я смогу его сейчас установить локально и показать, как оно вообще работает. Или же сейчас... Нет, давайте что-то полегче покажу. А можешь показать антраллинг к данному сценарию? Я могу сейчас чем-то полегче показать антраллинг. А вы зря еще. Ну да. У меня была еще другая демка. Опять и хорошая. А ладно. А там еще с твоим разный аптекетом? Да. Это не как от антраллинг, у кого полная неделя. Там никто ничего не убилит. в сфере у меня нет нижнего сфере в сфере в сфере в сфере в сфере например мы имеем выводим В центре мы вводим состояние нашего приложения, снизу мы имеем треугольник, это синтезический праздник. Это все Canvas, мы можем его вот так вот руководить. Теперь, допустим, мы пишем… Здесь оно у меня зациклено будет, мы можем руководить нашими состояниями, как это у нас в Redux-приложении. То есть у нас есть time-crawling, можем его двигать, смотреть, как оно работает. Теперь, если хотите, можем смотреть на код, в который преобразилось в это приложение. Вот такой вот код, в принципе, если смотреть на код-приложение… У нас тут есть какое-то слово… Что-то за комменты? Какие? 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 Ну, это эндопогляет. Это консампро? Да. Это консампроекты, на координате. Это консампроекты. Это консампроекты. Это консампроекты, в этом году. Это консампроекты. В принципе… В принципе, там есть отдельные дебайки, которые нам это позволяют сделать. Просто это нужно настроить. Там же можно консолон делать и дебайки. Если вам нужно дебайки в приложении, то особые сложности. Это не займоток. Как я уже говорил, если вы пишете код, наверное, если вы уже оттемпили, то будет работать как хотите. Самая большая проблема. Проблема плюс приложение на таскере. Довольно сложно откомпилить. Ваш приложение точно работает. В принципе, все. И вайпе нету HTML? Нет, есть пакет HTML. Как у тебя в виршел доме. То есть у тебя есть нода, а ты в нее заливаешь атрибуты и чарды. Самое интересное. Это функция. Я имею в виду, что HTML ты не пишешь? JSX? Нет, ну типа JSX не пишешь. Не пишешь, но как бы некоторые, типа, оборачивать виршел дом будет аномальные ноды. Допустим, у них есть функция div, которая принимает первым аргументом все атрибуты, а вторым ноды. То есть тут так же. Это просто функция. Хорошо. Хотел спросить, Джун? Да, я хотел спросить. Вы новых людей, Джунов, боитесь в проекте? Ну, у вас появляться они на проекте? Ну, у нас сейчас без женок всего одна девочка, Сан-Франциско, она занималась самым другим проектом. Окей. Просто был вопрос, пару вхождений, как долго... Нет, ну, лично, как бы, у меня это... Ну, в принципе, если вы на неделю сидите в этой всей среде и немного восстановите основу Аскеля, причем основой, я имею в виду, там, два-три дня просто прочитал книжечку, то, в принципе, как бы, уйти несложно. То есть пару недель. Ну, все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ